Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Миронов. Сегодня мы начинаем с вами цикл лекций, посвященных гармонии музыки, музыкальной гармонии. В наших лекциях мы будем говорить об очень простых вещах, которые многим из вас известны, и одновременно об очень сложных вещах, потому что в музыке на самом деле нет ничего сложного, если понимать, как она устроена целиком, как она устроена в целом. А для этого нам сначала нужно вспомнить, что из себя представляет вообще музыка, как вид искусства. Вид искусства предполагает наличие художественного образа. Так вот, в музыке художественный образ достигается посредством чередования звуков и тишины, определенным правильным образом организованных во времени. Звуки — это ноты, которые мы исполняем, тишина — это пауза между этими нотами, правильная организация во времени — это ритмика. Вся музыка строится на пяти основных компонентах. Первый компонент — это гармония, благодаря которому мы знаем, какие ноты мы исполняем. Второй компонент — это ритмика. Этот компонент определяет, в каком времени, каким образом мы эти ноты исполняем. Два компонента — гармония и ритмика — дают возможность нам сделать мелодию и соответствующим образом ее гармонизовать. Когда у нас существует гармония, ритмика и мелодия, дальше нам нужно все это организовать по определенным частям музыкального произведения. Так возникает музыкальная форма — это четвертый компонент. И пятый компонент — это аранжировка. Какими инструментами, какими выразительными средствами мы будем эту форму выполнять. Итак, гармония, ритмика, мелодия, форма и аранжировка. Но сегодня мы будем говорить только о гармониях. Какие же ноты можно использовать для той или иной музыки? Если вы хоть немножко знаете о музыке, если вы посетили хотя бы несколько уроков музыкальной школы, вы знаете, что основа музыкального звукового ряда составляет так называемая хроматическая гамма. Она очень простая, ее знать не надо, потому что на любом инструменте она видна. Хроматическая гамма у нас состоит из одних полутонов. И этих полутонов 12. Вот она, хроматическая гамма. Она единая. С какой бы нотой вы ни начали играть эту хроматическую гамму, вы все равно играете ее одну. Следующий музыкальный лад, а их в мире очень много, всем тоже хорошо известен. Это натуральный мажор. Или иногда его называют ионийской гаммой. Некоторые джазмены называют его так. Его знают все. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. То есть лад, который идет по белым клавишам от ноты до. Он строится по определенному принципу. Тон, тон, полутон, тон, 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 полутон. Тон, тон, полутон, три тона, полутон. Вот такая вот, несложный такой стишок, который всем надо выучить. Тон, тон, полутон, три тона, полутон. Сколько этих натуральных мажоров, сколько этих гамм на клавиатуре рояля ровно столько же, сколько нот в романтической гамме. По-хорошему, любому музыканту, особенно начинающему, нужно в первую очередь знать эти 12 натуральных мажоров от каждой гамм. Какие в них есть, какие там есть знаки, какие есть диезы, какие есть бемоли. Если этих знаний нет, то нам очень сложно будет разобраться, что происходит в музыке. Все остальные виды ладов, мажорных, минорных, каких-то более сложных ладов, ну, например, есть лад, который строится только по целым тонам. И называется он сладонная гамма. Такой, не очень такой сказочный звук. Есть иная гамма, которая строится по принципу полутон, тон, полутон, тон, полутон, тон. Гамма римско-корского. Но это все на сегодняшний момент не имеет значения, потому что любую гамму мы можем вывести из натурального мажора. Главное знать 12 мажорных гамм во всех тональностях. Итак, поскольку натуральному мажору мы отдаем приоритет, то натуральный мажор имеет 7 ступеней. Вот именно эти ноты и будут чередоваться у нас, именоваться, соответственно, первой ступени, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой. В каждом натуральном мажоре, какой бы он ни был, ре мажор, ми мажор, что угодно, мы должны хорошо понимать, где первая ступень, где вторая, где третья, где четвертая, где пятая, где шестая, где седьмая. Дальше они идут восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и на тринадцатой обычно заканчивается. Зачем это нужно? Потому что в разные аккорды добавляются разные ступени, обычно это происходит выше, эти ступени называются настройками, и самая высокая настройка — это обычно тринадцатая ступень. Вот, казалось бы, сложно, но потом все это будет гораздо проще. Итак, возвращаемся к нашему до мажору. Все наши упражнения на протяжении всех уроков мы будем проводить только в одной единственной гамме. Если вы поймете принципы построения музыкальной гармонии в одной гамме, в до мажоре, значит, все остальное вы сможете сделать и в остальных одиннадцати тональностях. Итак, ступени натурального мажора заняли, соответственно, первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую ступень. А как же нам условно назвать черные ноты? Опять же говорю, условно. Главное здесь договориться к терминологии, и мы с вами определимся, что перед второй ступенью есть нота черная, ре бемоль. Мы будем называть ее минус второй ступенью. После ноты ре находится еще одна черная нота, ре диэс или ми бемоль. Будем называть ее плюс второй ступенью, или минус третьей. Между четвертой и пятой ступенью находится черная нота. Она будет у нас либо плюс четвертая ступень, либо минус пятая. Следующая нота между 5-й и 6-й, ля-бемоль Будет называться у нас минус 6-й ступень, если ля-бемоль Или плюс 5-й, если это соль диез Следующая нота между 6-й и 7-й, нота си-бемоль Будет называться у нас минус 7-й ступень Нота ре через октаву после до Соответственно, девятая ступень, перед ней минус девятая За ней плюс девятая Десятая, фа одиннадцатая Значит, следующая нота. Плюс одиннадцатая, двенадцатая, ля бемоль минус тринадцатая и ля тринадцатая ступень. Таким образом, давайте это поймем. Первая, минус вторая, вторая, плюс вторая или минус третья, третья, четвертая, плюс четвертая или минус пятая, пятая, плюс пятая или минус шестая, шестая, минус седьмая, седьмая, восьмая, минус девятая, девятая, плюс девятая. Девятая, десятая, одиннадцатая, плюс одиннадцатая, двенадцатая, минус тринадцатая и тринадцатая ступень. Это по поводу того, как мы будем именовать ноты хроматической гаммы. Теперь давайте немножко еще вспомним про музыкальные интервалы. Многие из вас, конечно же, знают, что существуют интервалы секунды, терцы, кварты, квинты, сексты, септимы, октавы, ноны, децимы и так далее. Их необязательно запоминать все наизусть, хотя квалифицированный музыкант, конечно, от любой ноты автоматически построит любой интервал. Не построит он, их знает наизусть от любой ноты, но мы всегда сможем с вами построить эти интервалы, зная принцип их построения. И эти интервалы в некотором смысле во многом симметричны. Сейчас расскажу вам принцип для того, чтобы вы понимали. Существует две секунды. Секунда малая и секунда большая. Соответственно, секунда малая это минус вторая ступень, секунда большая это вторая ступень. У этого интервала есть два симметричных интервала. Есть две секунды, малая и большая, и есть две септимы, малая и большая. Их можно построить не так, как мы это делаем в академической школе, отсчитывая, соответственно, 5 и 5,5 тонов вверх, а можно построить их от октавы вниз. Предположим, мы берем октаву, опускаемся на полтона, получаем большую септиму, опускаемся на тон, получаем малую септиму. Итак, у нас есть 2 группы симметричных интервалов. 2 секунды, малая, большая, и 2 септимы, большая, малая, которую мы строим по тому же принципу через октаву, только вниз. Следующие 2 группы симметричных интервалов, это 2 терцы, малая и большая, минус третья и третья ступень, и 2 сексты, малая и большая. Через октаву, 1,5 тона вниз, большая секста, 2 тона вниз, малая, секста. Еще раз, малая терция, 1,5 тона, минус третья ступень, большая терция, 2 тона, третья ступень. Большая секста, 1,5 тона вниз от октавы, 6 ступень, и малая секста, 2 тона от октавы вниз, малая секста. Вот 2 группы симметричных интервалов. Итак, в хроматической гамме мы заняли вот эти 5 ступеней и вот эти 5 ступеней. Осталось всего 3 ноты. 4, 5 ступень и та ступень, которая находится между ними. 4 ступень, кварта, 5 ступень, квинта, 4 ступень, кварта, 5 ступень, квинта. Между ними находится плюс 4 или минус 5 ступень, который называется тритоном. Проверяем. Раз, два, три. Это тритон. Тритона нужно знать, потому что на базе тритона строится очень много видов джазовой музыки. Так вот, если секунды, терции, сексты и септимы мы можем всегда построить от любой ноты, это несложно, то, к сожалению, кварты и квинты нужно знать наизусть. Кварты и квинты очень хорошо описаны в одной из самых идеальных систем человеческого мысли, которая называется квартоквинтовый круг. В квартоквинтовом круге ноты двигаются таким образом, что если мы движемся по часовой стрелке, мы видим квинты, до, соль, ре, ля, ми, си. Если мы двигаемся против часовой стрелки, то мы видим кварты, до, фа, си, бемоль. В результате они сходятся в одной ноте. И эта нота фа диез либо соль бемоль. Итак, это немножко теории. Мы разобрались с вами с терминологией, как мы будем обозначать ступени. Вам может показаться, что это все очень сложно. Я согласен. Это все очень сложно, поэтому в каждом уроке таким или иным образом я буду все это повторять. Но сегодня я хочу вам рассказать принцип, к которому мы должны в результате наших уроков прийти. Всем вам известно, что в музыке существует такое понятие «гармонические функции». И вы их, конечно, знаете. Существуют тоники, субдоминанты и доминанты. На втором нашем занятии я отдельно буду говорить о тониках, субдоминантах и доминантах, как о принципе построения музыкальной гармонии. А сегодня я вам расскажу только про тонику. Только про тонику, про основную функцию и вообще, что с ней можно делать. И как к ней относятся музыканты, джазовые музыканты, музыканты импровизирующие или те музыканты, которые понимают музыку не только потому, что она писана в нотах, а понимают музыку, как она устроена. Даже если вы совсем далеки от музыки, вы эту тонику всегда услышите. То есть любая оперная постановка, любая опера раньше заканчивалась вот таким общим гармоническим блоком. Вот это доминанты, и вот мы разрешаемся в тонику. Вот эта тоника — это основной гармонический прием, основная гармоническая функция, которая строится на первой ступени нашей основной гаммы. В данном случае это до мажор. Для того, чтобы эту функцию гармоническую, для того, чтобы ее обозначить, нам достаточно взять всего две ступени. Две ступени нашей мажорной гаммы — первую и третью. И эта функция будет уже обозначена. Я не знаю, и никто не знает, почему законы музыкальных созвучий устроены именно таким образом, какие там весь закономерности созвучий разных частот, наша задача человеческая — только понимать эти созвучия, придумывать им какие-то для нас понятные логические объяснения, но ни в коем случае не копаться в природе, почему это эстетично, почему это красиво, и почему это выглядит именно так. Но в традиционной академической гармонии функция выражается мажорным трезвучием. На первой, третьей, пятой ступени строится трезвучие, которое и выражает основную функцию — функцию тоническую. Учазывая музыки, функцию тоническую можно выразить большим мажорным септ-аккордом, добавив к трезвучию еще одну большую септиму. Называется этот аккорд «большой мажорный». Мажорный, потому что в основе мажорное трезвучие, большой, потому что к нему добавляется большая септима. Итак, вот так может быть выражена тоническая функция. Из семи нот натурального мажора четыре нота мы уже используем. Теперь я хочу сказать следующее, что мы можем также использовать вторую ступень, девятую для выражения этой функции, либо шестую ступень, или тринадцатую для выражения этой функции. Любые комбинации из этих шести нот очень хорошо смогут выразить мажорную тонику. Я говорю мажорную тонику, потому что есть минорная тоника, и мы об этом будем говорить отдельно. Теперь я вам приведу пример. Итак, я попробую сыграть все возможные виды аккордов. Вот обычное трезвучие. Теперь я сыграю этот трезвучие со второй ступени. И это тоже будет тоника. Дальше вместо пятой я возьму шестую ступень. Или оставлю пятую вместе. Потом я возьму большой мажорный септ аккордом. Потом я уберу третью ступень с первой. Я ставлю только вторую. И таким аккордом тоже можно выразить тонику. Потом я беру седьмую ступень, добавлю восьмую. Потом я ставлю только третью, шестую, девятую. Будет аккорд шесть-девять. Но это тоже будет выражением тоники. Потом могу сказать третью, пятую, седьмую, девятую. И это тоже будет тоника. И дальше, 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 дальше. вот это все тоника то есть 6 ступеней из 7 натурального мажора кроме 4 запомнить я могу использовать для того чтобы разнообразить аккорд разнообразие гармонии если вы слышите вот такую музыку для обывателя кажется что это что-то сложное и неприступное для человека кто разбирается музыки это всего лишь выражение одной и той же музыкальных функций когда ты это знаешь когда ты владеешь тональности когда у тебя раз технические навыки только на базе это может строить очень сложную музыку вот я поменял но это играю одни тоники от разных ступеней вот я вам рассказал принцип не бойтесь что это что-то сложное в этом ничего сложного нет я обыгрывал каждый аккорд совсем совершенно хаотичном порядке используя 6 ступеней из натурального мажора той иной гамма но сейчас вам расскажу последний кусочек и после которого про тонику про мажорную тонику смысле гармонической функции вы будете знать все натуральный мажор мы можем очень интересно сыграть построив его по квинтам то есть мы сейчас будем брать квинты и и каждая новая нота у нас будет входить состав натурального мажора до мажорной гаммы смотрите до соли ре ля ми си не хватает одной ноты фа вот если я сейчас возьму эту ноту фа вы сами услышите диссонанс диссонанс это что-то что будет резать ваш слух пока я играю по квинтам эти ноты все звучит гладко и вдруг появляется нота фа и любой из вас слышит какую-то фальшь послушайте еще раз это фальшь возникла потому потому что между си и фа на самом деле квинты нет есть тритон вот этот тритон диссонирующий интервал диссонирующий который является благозвучным интервал и вносит этот диссонанс если бы я продолжу движение по квинтам то я бы сыграл ноту не фа а ноту фа диез таким образом благозвучие бы сохранилось и так внутри белой гаммы вдруг возникает одна нота меняется лад лад с плюс 4 ступень 1 2 3 4 плюс 4 5 6 и 7 вот этот лад называется лидийский он отличается натуральным мажором только одним ступень не 4 а плюс 4 так вот этот лад является законченным абсолютно идеальным совершенным ладом почему этот лад не является базой в гармонии вам скажу следующих уроках но вот это знание нам очень важно для того чтобы знать все возможные приемы выражения тоники например джазмены джазу музыканты когда играют свои произведения какие-нибудь и приходят в коду они в конце всегда играют вот эту четвертую ступень то есть таким образом они выражают последний тонический аккорд чем чаще всего заканчивается произведение именно с использованием плюс 4 ступень использование этого лидийского лада вот этот лидийская концепция очень хорошо представлена в научном труде который так называется лидийская концепция расова это самое сложное для понимания что существует современной музыки но сейчас вы это уже знаете и вам достаточно запомнить одно для того чтобы самым широким образом выразить тоническую мажорную функцию вы можете использовать любые звуки из лидийской гамма 1 2 3 плюс 4 5 6 7 ступень вот теперь я вам поиграю если вы заметите я играю только белые клавиши и только одну черную как это используется я вам сейчас покажу в поп-узыке например есть такая песня у элтон джон очень красивая такая музыка на основе вот этих вот двух аккордов построена мелодия ну и пошло гармоническое развитие так вот вначале звучит два аккорда ре мажор в правой руке в басу до потом он разрешается в обычный мажор на трезвучие то есть кажется что это два разных аккорда если мы что до мажора то однозначно тоника в этом произведение то что за несчастный вот этот аккорд ре мажор с басом до ни один теоретик вам не ответит а я вам отвечу это одна и та же функция мажорная которая просто выражена разными аккордами с используя ступеней лидийской гамма вот для чего нам нужны такие знания или приведу вам еще другой пример уже не из поп-музыки а из рок-музыки есть такая пьеса группа прокол харум которая называется салтидок очень красивое произведение пес начинается с такого хитрого непонятного аккорда в басу нота до значит это какой-то до мажорный аккорд и действительно состав этого аккорда входит 7 ступень входит 3 обозначающий что что это мажорный аккорд и входит вот это вот плюс 4 лидийская ступень и дальше идет гармоническое продолжение вот это вот тоже пример использования лидийской гаммы но в данном случае это является не тоникой а субдоминанты но мы об этом будем говорить позднее итак если вы вот это все поняли можете учить 12 гамм развивать свои пальцы и делать такую замечательную сложную сегодня урок закончен спасибо вам